На телеканале Юганск новости. Здравствуйте в студии Кристина Кочарова. И вначале коротко о главном в этом выпуске. За любовь и верность. Четыре семьи Нефтьюганска получили награды от губернатора Югры. Символ ромашка. Сотрудники ОМВД поздравляют нефтьюганцев с Днем семьи, любви и верности. Лучший дворик. Сфера жилья запустила ежегодный конкурс на самую оригинальную плумбу. 268 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Югре. Это данные за последние сутки. Таким образом, на сегодняшний день число заболевших в регионе стало больше 11 тысяч. На этот раз большинство заболевших в Нижневартовском районе и немного по количеству пациентов уступают Сургут и Хантамансийск. В Нефтьюганской ситуация не лучше. За последние сутки у 33-х человек выявлен COVID-19. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, в последнее время все больше контактов все же удается установить. Как правило, это семейные очаги. Что касается клинической структуры заболевания, у многих по-прежнему заболевания проходит в состоянии пневмонии. У основной части пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ. Тем временем правительство региона создает рабочую группу оперативного штаба в Нефтьюганске. Это связано с тем, что в нашем городе продолжают возникать новые очаги коронавирусной инфекции на промышленных предприятиях. Специалисты должны помочь муниципалитету локализовать эпидемиологические очаги. Также именно в Нефтьюганске наблюдается серьезная загруженность стационаров, наряду с Нижневартовском, Сургутом и Ханты-Мансийском. На заседании оперативного штаба свои опасения высказал и Роспотребнадзор. В округе отмечается рост количества заболевших детей. 10% от всех пациентов несовершеннолетние. Специалисты напоминают, режим обязательной самоизоляции продлен в регионе до 12 июля. Жителям необходимо строго придерживаться всех ограничительных мер. За любовь и верность. 70 югорских семей удостоились награды от губернатора региона. В честь Дня семьи, любви и верности медали получили 4 юганских фамилии. Это те супружеские пары, которые в этом году празднуют золотую свадьбу. Вот уже 50 лет в мире и согласии живут и Любовь Ивановна, и Николай Ефимович Ющалкины. С юбилярами познакомилась наша съемочная группа. Познакомились на киносеансе. Любовь Ивановна и Николай Ефимович в то время жили в Таджикистане. Молодой Ющалкин решил не затягивать и уже через полгода сделал красавице предложение. Не прогадал. Ну вот видишь человека, сразу смотришь, что это твой. Это твое. Вот так. А сейчас? Ну а сейчас она уже мать. Мать детей, внуков. Работы не боялись. Он шахтер, она бухгалтер. Уже через год семейной жизни появился первенец – дочка. А потом второй, третий ребенок. В 90-х большой дружной семьей решили переехать в Нефтьюганск. Не пожалели. Сейчас Ющалкины находятся на заслуженном отдыхе. Но сидеть без дела по-прежнему не могут. Рыбачим мы с дочкой в основном. Что-то парни у нас не очень. А мы на зиму полностью заготавливаем рыбу, фарш, все готовим сами. Рыбачим ездим почти каждый день. Как прожить 50 лет в мире и согласие? Рецепт счастливой семейной жизни у Ющалкиных очень простой, но эффективный. Не думать об этом. Оно само собой идет. Идет. Ну, как-то на доверие, наверное. Доверяли друг другу мы. Вот. Ну, наверное, и все-таки уважение, любовь. Это уже как и одно целое вроде. Живем вроде как будто и знали друг друга столько. Сейчас вот уже как-то не получается без друг друга. Одно целое сейчас у нас. Счастья в этой семейной паре с каждым днем становится больше. У Ющалкиных пятеро внуков. Самым младшим двойняшкам всего год. Но юбиляры уверены, для их семьи это не предел. Любовь Ивановна и Николай Ефимович уже с нетерпением ждут правнуков. Кристина Кочерова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Для каждого нефтеюганца его семья – самая лучшая. Секрет счастливых взаимоотношений кроется в любви и понимании. А как выглядит идеальная семья по мнению жителей? Узнаем в рубрике «Юганск говорит». Ну, я думаю, что идеальная семья для меня – это когда каждый член семьи доверяет друг другу, поможет в нужный момент, поддержит как-нибудь или, ну, вот, когда семья сплоченная. Для меня идеальная семья должна быть добрая, хорошая, и она должна друг другу помогать. Она должна, ну, радовать рост свиньков. Должны быть добрые по отношению друг к другу, любить это обязательно, потому что мы с мужем живем уже много лет. Мы 72-го года вместе. Не знаю, чем с годами старше становимся, тем лучше, уважительнее относятся друг к другу. У меня самая лучшая семья, у меня есть самый любимый супруг, у нас растет маленькая дочка. Я их очень сильно люблю. Моя семья очень добрая, дружная и помогает друг другу. Например, я помогаю маме с папой, а они мне помогают. А чем помогают? С уроками помогают, какие-нибудь сложные задачи решить. Дружная у нас семья. Всегда друг друга поддерживаем, понимаем. Семь лет вместе. Семь лет вместе, да. В этот день я пожелаю, во-первых, здоровья, а во-вторых, любви в семье и, ну, хорошего настроения даже в ненастные дни, как сегодня. Прекрасное, солнечное настроение, чтобы было. Неожиданно и приятно. Полицейские Нефтьюганска поздравляли с днем семьи, любви и верности под учетные семьи. Стражи порядка напомнили оступившимся жителям о важности этого дня и пожелали самого главного – мира, спокойствия и добра. Не с проверками, а с букетом ромашек и хорошим настроением. Именно так решили поздравить полицейские Нефтьюганска семьи, состоящие на профилактическом учете. Здравствуйте. Полицейские Нефтьюганска, участковый учет. Ромашка, как символ семьи и верности. Именно этот цветок поселился в домах Нефтьюганцев, которые в свое время попали в поле зрения полиции. Такой приятный визит точно запомнится им надолго. У нас наши сотрудники полиции, участковые, отдел по делам несовершеннолетних, ходят и поздравляют подучетные семьи с этим замечательным добрым праздником. Это одна из мер профилактической работы, которая направлена именно на профилактику в таких вот семьях подучетных, которые состоят на профилактическом учете. Полицейские отмечают, что подобные акции положительно влияют на такие семьи. Они чувствуют заботу, внимание и опеку со стороны стражи порядка. Галина Зорина, Дмитрий Смирнов, телерадио, компания «Юганск». Лучший дворик. В управляющей компании «Сфера жилья» стартовал ежегодный конкурс на самую оригинальную клумбу. Заявки на участие принимают до 24 июля. Два двора в 12 микрорайоне уже изъявили желание участвовать в конкурсе. Вдохновилась клумбой соседки и решила разбить свою альпийскую горку. Делится жительница 16-го дома в 12 микрорайоне Ольга Грибкова. Работы предстоит много. С удовольствием подключаются детвора. Уже посадили хосту, георгины, петуни, бархатцы, подсолнух. С краской и торфом помогла управляющая компания. В рассаду мы сами садили. Какие-то цветы мы покупали сами. Что-то с нами делится соседи. Планируем мы улей делать из пластиковых бутылок. С наступлением лета почти у каждого дома расцветают клумбы, говорит специалист по связям с общественностью, управляющий компанией «Сфера жилья». Ежегодно труды своих жильцов организация старается поощрять. Для всех желающих проводят конкурс на самый лучший двор. В прошлом году участие приняли жильцы 10 домов. На самом деле у нас очень много есть дружных дворов, которые с удовольствием вместе все делают. Основные критерии – это чистота, творческий подход, разнообразие цветов. Управляющей компанией «Сфера жилья» числятся дома 12 и 16 микрорайонов и второй дом в 15-м. Жильцов приглашают принять участие на самую красивую придомовую территорию. Заявки и фотографии своих клумб и дворов можно присылать до 24 июля, а уже 29-го подведут итоги. Мария Сираева, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». Далее в выпуске наша постоянная рубрика «Сегодня окно в город» покажет солнечный нефтью Ганск и его счастливых жителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин